Привет-привет! Меня зовут Марианна Орленкова. Я журналист и повар одновременно. Еда – это и моя работа, и мое хобби, и моя явная страсть. Я люблю ее и готовить, и есть, и болтать про нее. И вот мы с Медузой придумали подкаст, в котором я могу эту свою страсть поговорить, разделить с людьми умными, сложными, интересными. Называется он «Сложные щи», его-то вы и слушаете. Этот сезон посвящен у нас семейным историям. И с трепетом представляю вам свою гостью. Татьяна Никитична Толстая. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Татьяна Никитична, я очень ответственно подхожу обычно к разного рода записям и интервью. И тут я вдруг поняла, что лучше я не буду никак готовиться, а буду… А, это правильно. Да, а будем просто болтать. Да? Мы вот чаек попиваем, попивали мы с вами и всякие другие напитки тоже, и всегда при этом какая-нибудь вкусная еда с вашей стороны и с моей стороны всегда присутствовала. Мне кажется, что вы вообще к еде относитесь благосклонно. Очень благосклонно. Я люблю есть, я не очень много чего готовлю, просто некого кормить особенно. Это при том, что у вас 54 внука примерно? Это правда, но они живут отдельно от меня, и там у них здоровое питание, которого я не придерживаюсь. Я его одобряю, но не придерживаюсь. Я просто живу вдвоем с сестрой, и у нас совершенно два разных… Стола. Два разных стола, да. Вот мы вместе, почти вместе родились, вместе росли и так далее, вся наша жизнь прошла как бы параллельно, а едим мы совершенно разные вещи. Поэтому мы как идиоты стоим на кухне, и каждая своё варитеже. Свои кастрюльки. Свои приносят продукты, естественно, мы предлагаем друг другу, но каждая… Вы всё время отказываете. Нет, 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 у меня вот своё, я вот так вот начну утро. Хорошо же, вот как раз про утро, это я вас хотела спросить, с чего начинается ваше утро? Толстовский завтрак. У меня завтрак выглядит так. Прежде всего, чашка чёрного кофе, может быть, и вторая потом за ней, и самым возможным вонючим сыром, который можно себе представить. Я его добываю всюду, мне его привозят добрые люди и родня из-за границы, и у нас есть пара точек в Москве, где можно, если повезёт, купить эту вонь. А он намазывается на что-нибудь или так, отламывается кусочком? Да, почти всегда это чёрный хлеб ржаной. Либо я свежий использую, либо кладу его в тостер. Очень тонкий кусочек в тостер, вот такое я вот делаю. А могу есть просто сыр, скажем, если тревизу, то его можно есть так, ломать такое. Не надо уже ничего в это рук. Не надо ни хлеба, ничего. Можно ягоды к нему. Ягоды к нему, это уже какая-то изысканность получается. Это самое анонимное. А яблочко? Нет, вот хурма, например, виноград, малина. Хорошее утро, мне нравится. А кофе просто в турке, из машинки? Нет, только в турке. Вы прям выглядите как человек, который варит только в турке. Да, только в турке, потому что весь кофе, где бы ты его ни купил, где бы ты его ни достал, он не ах. Аромат там исчезает. Вот тот аромат, которого хочешь, я вообще два раза в жизни просто его ловила. Мне главное, чтобы он был уже пережаренный пятой степени. Дарк рост. Да, да, дарк, дарк, дарк рост. Вы писали неоднократно или отвечали в разных интервью? Я-то помню, что было семеро детей в семье, и жизнь была небогатая. Ну, наверное, да. Побогаче, чем у других, я думаю. Но с учетом того, что за стол садилось не семь, а много больше. Ну, плюс родители, плюс няня. Кухарка у нас была, и всегда еще кто-то образовывался. Ну, в гости зашел, ну, то есть это все было очень текучее. На даче 15 человек садилось, поэтому обеды были простые. А что вы помните, вот что у вас было такого именно вот лакомства, какое было? Мусс, причем мусс такой, рецепт этого муса. Сейчас вам скажу, стакан ягод, малина или клубника, или черная смородина, или иногда, это уже было так не очень интересно, но запеченные яблоки. Вот эта масса запеченная бралась, там, скажем, от Антоновки, что там хорошо печется. Пюре, да. Пюре. И, значит, соответственно, вот стакан этого. Сахару вроде бы, по моим воспоминаниям, был стакан, сейчас я бы ужаснулась. И несколько белков. Значит, была процедура, вот, значит, яйцо разбить аккуратно, белок не запачкать желтком, подморозить эти белки, и потом вручную сидели на крыльце и по очереди взбивали. Вот чем меня волнует вопрос. Была такая, не знаю, как она называется. Веселочка. Ну, она не совсем веселка. Веселка, это, насколько я понимаю, это вот то, что сейчас к блендерам прилагается, такая замкнутая, да, замкнутая такой. Только плоская. Да, та была, это была спираль, которая исходила из деревянной палочки. Леонора Васильевна Орленкова, мама моя, передает вам по этому поводу большой привет, потому что она все бисквиты взбивает только этой штукой, которая еще из Франции приехала. Вот такого размера, маленькая такая спиралечка. И вот этой штукой сидишь и взбиваешь, взбиваешь. На крыльцо все выходят, хохочут, смеются, там, я не знаю, играют во что-то, анекдоты рассказывают. И, значит, один сидит, бьет, 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 он другому передает. Ну, девочки в основном, мы же девочки. Вот, каждый день мусс, потому что ягод полно летом. Это наполдник или он как десерт после обеда? Нет, это десерт после обеда или после ужина. Попробуйте вспомнить еду, которую вообще вы самую первую помните. Такие какие-то ранние воспоминания, они обычно либо про что-то, что вы очень любите, либо чтобы вы, наоборот, не любите, а вас пихают. Ну, вот смотрите, то, что я вспоминаю, это совсем какое-то раннее детство. Ну, не знаю, 4 года мне, например. Меня и сестру, а мы средние. У нас есть старшие, мы с сестрой средние, и потом еще были малыши. И, насколько я помню, это гречневая каша. Няня кормила нас гречневой кашей, очень вкусной. Она ее варила как-то и потом укутывала. Значит, эта гречневая каша, она обязательно была укутана в какое-то старое пальто, например, или одеяло стеганое. Она настаивалась как-то. Как в печи, она пыталась таким образом изобразить печь, достаивание. Да, ее так, значит, разносила эту кашу, она была безумно вкусная. И потом, я думаю, что просто еще крупа была вкусная. Вот, потому что у нее был аромат, а сейчас я почти не могу поймать. Мне кажется, тоже вопрос обжарки. От счастья, да. Ну, я пробовала жарить белок или яйцо, да, разбиваешь туда и гоняешь на сухой сковороде. И тогда, значит, обволакивается это. Кажется с топленым маслечком, без белка. Вот прям берете гречку посветлее, которой обжарки посветлее, чтобы можно было ее еще дожарить. Хорошего топленого масла. И в этой кастрюле с толстым дном прожариваете, так, чтобы она постепенно прогревалась. Топленое масло дает свой аромат, позволяет раскрыться гречневому. Дальше заливаете водой. Один грамм. Доводите до кипения, да, доводите до кипения. И в духовочку на 100 градусов на часочек. Отлично. Прям вот она как будто вам тоже такой привет передает. Здравствуйте, я еще есть. А что кроме мусса, который вы вместе взбивали, что вы еще вместе готовили? Ничего. Я не помню, что мы что-то готовили. Кто-то там старшая, допустим, сестра, одна другая. У них были свои рецепты, и вот они готовили. Мы не вместе это делали, но просто, например, они умели и любили делать яблочные пироги, салаты разные, ну, все виды оливье. Я словом оливье называю широкую группу салатов, где все мелко нарезано и где есть базовый набор продуктов. Отклонения могут быть очень большие, с вариацией в разные стороны. Мне просто так удобно, даже как, я не знаю, называю борщами, все супы, в которых есть свекла. С мясом, без мяса, холодные, горячие, красные, рыжие, вообще непонятно какой. Это будет борщ. Если есть свекла, борщ. Нет свеклы, не борщ. Вот так же оливье. Это что, картошка есть, нет картошки? Нет, картошку я не кладу. Начинается. Я не кладу картошку. Да, да, я знаю, начинается. Там должно быть мягкий вкус, он создается, я создаю морковкой, нежный вкус, создаю яйцом крутым, соленый вкус, соленый огурец, боже упаси маринованный, ни за что, только соленый огурец, такой бочковый, старушкин огурец. Затем легкий аромат неземной, это горошек, обязательно консервированный. Никаких свежих, вот это все нет, это никому не нужно. Это совершенно другие вещи. И какая-то разновидность мяса или его заменителя. Курица, вареное мясо, язык вареный, а если ничего нет, то вареная колбаса. Хорошо, а связующий элемент забыли? Ну, ну, понятно, что майонез, покупной, покупной. Мало ли вдруг вы там и тут что-нибудь придумали. Нет, нет, я не извращаюсь, я люблю покупной майонез. Вот, это будет оливье. А кроме того, я еще туда периодически привношу разные извращения, например, мелко нарезанную кинзу. Это будет грузинский оливье. Ну, да, например. Но все равно это будет оливье, оно никуда не уйдет. И одно время мы карри, майонез вмешивали в карри. А можно без майонеза, а, например, сметана или сметана пополам с майонезом. И эту сметану тогда в нее лимонный сок вбиваешь с сахаром. Ну, немного сахара, чтобы погасить этот лимон, чтобы не было кислище. И тогда будет весенний абсолютно вкус. Да, ну и потом, конечно, свежий огурец, но только зимой он, если он не арбузом пахнет, если он хороший. Вот очень меня волнует вопрос, вот ваш прекрасный студень. Вы помните вообще, как вы его делали первый раз? Кто вас учил? Или как-то это постепенно? Нет, я изучила вопрос. Я стала его делать несколько лет назад и изучила вопрос в интернете. Да ладно. А я всегда, когда я что-то готовлю, я смотрю в интернете 20 рецептов. Я думала, вы мне сейчас расскажете про прабабушку, которая в медном тазу. Нет, у нас была кухарка, и готовила она очень примитивно, потому что от нее, в общем, ничего не требовалось. Она должна была готовить на много человек. Чтобы сытно было? Чтобы было сытно. Нет, она неплохо делала, я помню, что было вкусно, но она была совсем простая женщина. Она не передавала свое умение никаким поколениям. А вот тогда сестры, то, что вы говорите, яблочный пирог, например, или какие-то вкусные салаты, они это откуда брали? Я думаю, что они у разных людей набирались ума и разума. Вообще, я хорошо помню в этом смысле 70-е годы, потому что в 60-е годы там готовили другие, я не готовила. А в 70-е годы я вынуждена была готовить сама. Вышла замуж, у меня дети и так далее. И вот в 70-е годы это был просто расцвет домашнего умения готовить, потому что купить-то ничего нельзя было. И поэтому все готовили, и мы были окружены потрясающими женщинами, которые повара. И на работу придешь, ну что там, работать что ли? Да ничего подобного, я в редакции сидела. И вот, значит, рецепты, кто что. Притаскивали, естественно, свою продукцию, особенно под праздники. Все эти, знаете, все эти вот бессмысленные вещи вкусные. Орешки. Печенье вот это, которое в специальной форме. Печенье, орешки, которое, да, оно в форме как грецкой. Замуукаешься его делать. Замуукаешься, но делали же. Я оттуда вынесла рецепт пирога рыжика. Пирог рыжик – страшная вещь. Это медовик. Ну, называли так рыжик. Это медовик. Это стандартный медовик. Но когда ты делаешь его дома, там фокус в том, что это тесто. Да, туда же как-то мед сбивается, что-то еще сбивается. И задача – поставить кастрюлю на огонь и на огне мять это тесто ложкой. Оно должно быть как бы вымышлено как следует. И оно мнется только если раскаленный огонь, раскаленная кастрюля. То есть ты как бы руками должен держать это. Если ты отставишь сторону, то ты же не можешь все время у Мартеновской печи стоять. Оно мгновенно превращается в камень. И вот, значит, надо это все размять, размять, размять. А потом схватить этот колобок горячий, выкинуть его на стол и быстро-быстро-быстро раскатать. И он тоже твердей, когда ты его раскатываешь. То есть это еще так… Это спорт. А вы когда последний раз это делали, интересно? Последний раз я его делала, наверное, где-то в году 80-каком-то. Варилась сгущенка, и этой сгущенкой прослаивались эти коржи. То есть сначала вот вы раскатывали эти… Печь-то надо было? Да, конечно. Потом вы пекли, и там очень быстро, раз-раз. Вытаскиваешь его, и пока он еще теплый, обрезаешь. Потому что потом не обрезаешь. Обрезаешь с четырех сторон эти грубые, значит, коржева. И прослаиваешь. Потом ты, значит, запихиваешь, соответственно, в холодильник. Там должен постоять ночь. И он оттуда выходит мягким. Потому что это сгущенное молоко пропитывает эти коржи. То есть получается безумно вкусно, чудовищно вредно. И ты чувствуешь, что ты сделал что-то. Да, ты прошел, стоптал семь железных… Сапог. Пар железных сапог. Да, да, да. То есть это был подвиг. И вокруг были женщины, вот мои сотрудницы на работе, редакторы, которые все предавались вот этим бессмысленным подвигам. Слушайте, ну еще и ценили же друг друга, понимаете, за это. Сейчас вот пойдите, поставьте это на стол. Все как говорят. А, ну, спасибо. Типа, ну, ладно. Ой, я не ем сладкого. Ну, вот это все начнется. А тогда, я считаю, что вот это был просто какой-то героизм, восторг. Люди умели готовить, любили, умели. Это же надо достать. Это же надо запасти. Потом это надо над этим всем стоять. А потом накрытые столы такие до горизонта. Невероятное время было в этом плане. В магазинах при этом ничего. Вот этот вот стол праздничный у нас тоже всегда. Мама была большая. Она работала на Свердловской киностудии. И была большая, в основном женская, но с вкраплениями мужей, компания, в которой каждый готовил что-то свое. И вот эти вот столы, когда все собирались, приходя со своими судочками, тортами. И вот это все. Я все это помню. Есть какие-то вещи. Я, например, точно совершенно знаю. У мамы была одна из подруг. Ее зовут Ия Сергеевна Михайлова. Вот она была от Бога кондитер просто. То есть, когда все-таки сахар, яйца и мука, они более или менее были всегда. И из этого, вот из этих несчастных трех продуктов умудриться делать такие фантастические вещи, которые я сейчас мало где увижу. У нее был мой самый обожаемый торт. Она его называла «Корона». Потом появились люди, которые сказали, «О, так это же сенатор». А потом вообще-то выяснилось, что есть такой торт «Полет». Но, значит, надо сказать, что в полете безышечка, какой-то масляный непонятный крем и арахис, потому что он дешевый. А у Ии Сергеевны, у нее безышечки, во-первых, масенькие, все крошечные. Во-вторых, она варила кисель из сгущённого молока. И на этом киселе делала крем со сливочным маслом. Он делается сразу сильно нежнее, чем просто взбить сгущёнку со сливочным маслом. Это же каждый дурак может. А вот кисель сварить такой правильной густоты, неадский, сладкий. Совершенно потрясающий. И много грецких орехов. И это всё укладывалось. Отрезался кусок полиэтиленового пакета, что тоже было, кстати, не то чтобы прямо этих пакетов было, прям навалом. Да, да, и запасали. Мыли, стирали. И вот этот пакет разрезался. И выкладывалось, поскольку дело на киностудии, всё происходит. Бралась коробка из-под плёнки, большая, железная. В неё вот этот вот кусок. И дальше один слой безышечек. Туда аккуратно ещё нужно так выложить крем. Он уже начал застывать. Но чтобы не нарушить нижний слой. Потом много грецких орехов. Второй слой безе утапливался. Ещё грецкие орехи. Дальше сверху плёнкой вот этой вот закрывалось всё. Крышка сверху. И в морозильник. Это сейчас я знаю, что кондитеры морозят торты всегда перед тем, как их отдать клиенту. А раньше-то это же было что-то удивительное. И за минут за 15-20 до подачи нужно было его вынуть и уже нарезать. И у меня вот этот торт перед глазами стоит, как самая-самая праздничная еда, которую только можно придумать на свете. У вас есть такая? Аналогичный торт, который назывался «Графские развалины». Потому что он всегда распадался. Ты начинаешь резать, и всё. А почему оно распадалось? Потому что не из-за делень безышечек он делался, а просто вот эта белковая масса, она намазывалась на лист какой-то и выпекалась. Как корж. Да, как корж. Такой А4, лист А4. Там тоже входила, значит, сгущёнка с маслом, которым прослаивалось, грецкие орехи и чернослив. Чернослив, помните, всегда был тогда ещё такой копчёный. Из Молдавии везли. Очень сильно отличался. Я помню, ко мне приехали, когда первые американцы в каком-то в 91-м году, и сказали, а есть? Я говорю, конечно, пойдём на роду. Вот уж этот и есть. И они подходят и говорят, что это? Какая гадость, почему он так пахнет? А я так удивилась, а какой ещё чернослив-то? Вот, ну, чернослив. Нет, говорят, мы пойдём отсюда в свой стокман, купим себе там. Ой, так смешно. Они покупали себе на самом деле три предмета. Молоко, туалетную бумагу и какой-то, не помню, что сыр или... Ну, что ты? Вот сыр я могла понять. Но молоко и туалетную бумагу я понять не могла, потому что молоко им нужно было обезжиренное, а не наше вот это вот шести в этот момент, мне кажется, процентное. А с туалетной бумагой я позже осознала разницу. Нежные американские попы не выдерживали русскую туалетную бумагу. А что же ещё было? Вот было одно блюдо, которое мама делала. Мы его назвали «бланманже», но как бы в кавычках, потому что это не было никакой не «бланманже». Варился крем белый такой, много яиц туда входило, желтков, наверное. Заворотной крем, в общем. Нет, пожалуй, немного желтков. Много желтков, он был бы желтоватый. Я его помню белым. Но, значит, вот он варился и охлаждался, а отдельно варился кисель по всем правилам. Хороший кисель – это книга «Вкусно-здоровая пища», и там сам правильный кисель. Вот такой кисель варился, и затем подавался он в таком виде. Значит, это белая штука, а сверху красный кисель. Либо сразу в таком глубоком блюде это делалось, либо, скажем, в вазочках порционно такое раскладывалось. И вот это сочетание кислого густого киселя и этого нежного, не слишком сладкого крема – вот это было восторг. Но там с ним была возня, поэтому его не так часто делали. Ну, вот это шла классическая дворянская кухня русская. Это совершенно настоящий помещичий такой красивый, хороший рецепт, с которым ничего не произошло за все эти годы. Вот такие бывали вещи, какие там… Либо родители были за границей и привозили оттуда какой-нибудь журнальчик для вязания, например. Был такой период, когда было модно вязать. Даже не то, что модно, а как бы и необходимо, и нужно, и казалось, вот надо вязать. А потом это исчезло, сошло на нет. И либо родителям привозили эти журналы, дарили какие-то мелкие, либо они сами ездили. Мелкие такие журналы, модели-модели, а также рецепты. Так вот эти самые рецепты французские, там описывались какие-то потрясающие вещи, и я пыталась их воспроизвести. И один воспроизвела, только я считаю, что я его улучшила, потому что это фактически то, что называется молочный рис. То, что во всём мире естся, там в Греции это рисоголо называется, но там в Греции они корицы сверху сыплют. Потом аросконлече, испанцы называют, то же самое. А здесь француз, ну, разве он может на этом остановиться? Значит, туда и взбитые сливки в этот самый рис вводятся, и белок взбитый тоже с другого конца заезжает, и желтки растёртые сахаром с третьего конца. И создаётся такая вот пирамида Хеопса. Богато. Богато-богато. И ещё сверху, значит, предлагает француз, у меня прямо перед глазами стоит рецепт, сварить грушу в сиропе сахарном, потом вытянуть её оттуда, ещё груша специальная, да, видимо, твёрда, и наложить на четыре стороны вот этой самой пирамиды Хеопса. Вот лежит такая груша сладкая, на сладком рисе, туши свет. Я отказалась от груш и делала клюквенный вот кисель, которым эту штуку заливала. То есть такая кровавая у меня была пирамида. Главный журнал моего детства назывался «Мода и работа». И там что-то, наверное, было и про вязание, но моё-то вот это. И мне кажется, все мои познания в французском языке, которые крайне ограниченные, но вот с переводом рецептов у меня с раннего детства всё было хорошо. Потому что вот тебе уже вот картинка-то вот она, ну люди же, значит, это едят как-то, понимаете? Там разбираешься, да. Там вот это вот было. Со словарями. Вот это вот всё с грушами, вот это всё ещё вишенка какая-то. Да, вишенка, причём это не вишенка, это черешенка на самом деле, нет у них вишен никаких. Это черешенка, и как-то она называлась тоже, она тоже была… Коктейльные вишни вот эти. Даже не коктейльные, а кондитерские, то есть вот для украшения они делают. Но некоторые вещи было невозможно достать, например, для этой пирамиды. Нужно было очень густые сливки, а их не было. Ну, в деревне только сливки. Ну, да, сейчас, где я, где это? Поездка в деревню со сливками. Ой, помню, как я от вас услышала рецепт янтарного пирога. Да. И я считаю, что я могу претендовать на звание главного его распространителя и популяризатора. Можно я расскажу, как я его запомнила, а вы меня поправите, если что-нибудь не так. В принципе, у нас, конечно, сейчас зимний период, поэтому Антоновку, увы, не достать. Ну, почти. Ну, бывает, да, иногда. Но богатырь. Ну, богатырь, кстати, да. Богатырь, кстати, да. Но я хочу сказать, что, может быть, подкаст будет жить в веках, доживет до следующей осени, когда снова появится Антоновка. Чем хорош янтарный пирог Татьяны Никитичны? В первую очередь, вот эти вот всякие желающие не есть тесто практически могут есть этот пирог, потому что в нем в результате оказываются такие куски, где тесто есть только номинально. Ну, здесь оно вроде бы есть, но на самом деле его практически нет. Как учил меня Татьяна Никитична? Говорит, возьми Антоновку много, нарежь четвертинками, возьми форму большую, круглую, красивую, намажь ее маслом, сверху положи лист бумаги, и его тоже намажь маслом хорошенечко. Не жалейте, Марьяна Сергеевна, масло, мажьте, мажьте. Потом надо выложить вот это вот большое количество яблок. Можно выкладывать красиво, а можно, в принципе, я, знаете, один раз решила, да ну его выложу, как выложится. И не то, чтобы он стал от этого менее вкусным, хотя некоторую нарядность потерял. И на эти яблоки тоже масло. В общей сложности получилось, наверное, что у меня форма действительно большая, 30-сантиметровая, в нее ушло порядка 2 килограмм Антоновки. Кожу я не очищала, потому что от нее весь вот этот вот цвет и янтарь. И масло я туда положила, наверное, я сначала намазала граммами, наверное, 50-60, а потом еще нарезала грамм 120, как минимум. А сверху вот теперь вы рассказываете, как тесто делается. Тесто, я помню, там по 3 всего, да? Там можно менять по-разному. Дело в том, что я сейчас аналогичный пирог придумала, немножко иначе делается, поэтому теперешние цифры меня сбивают. Но в принципе... Мне кажется, было 3 яйца, 3 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки муки. Наверное, да. Это похоже на это. Короче, в пену, в пену, в пену яйца с сахаром, прям в настоящую пену, вот берем вот ту самую спиральную вот эту веселочку и поехали, чтобы получилась такая светло-желтая пена. А в нее просеивается мука, и дальше вот... Заливается. Вам кажется, что это какое-то смешное количество этого теста? Да, вам кажется, что вообще его нету, этого количества. А его нужно так ложечкой туда аккуратненько, бля-бля-бля-бля, по всему этому. И в духовочку не сильно жаркую. Ну, меньше 180 или 180. А, нет, погодите, сначала яблоки еще выпекаются. А, да-да-да-да-да, совершенно верно. Сначала эти яблоки до полуготовности. Да, с маслицей до полуготовности. И немножко сахара тоже на них хорошо, потому что антоновка все-таки не очень... Да, антоновка кислая. Хорошая антоновка кислая. Да, они, значит, запекаются, лишь бы они не сгорели, поэтому надо режим посмотреть какой, чтобы сверху там не жгло их. А затем выливаешь туда вот это тесто фактически бисквитное, и это 10 минут. Оно быстро схватывается. Главный ужас с этим пирогом один. Вам нужно дождаться, пока он остынет, зараза. А он стоит, пахнет... И не стынет, да. И не стынет. Есть некоторые, конечно, такие хитрости. Берете, например, ставить его не на стол, а на решетку. Это чуть-чуть убыстряет все это дело. И когда он остынет, дело в том, что в Антоновке много пектина, и она делает вместе с маслом и сахаром такую желешечку. Желе, да. И когда вы аккуратненько кладете на эту форму сверху, то есть у вас тесто сверху, значит, вы кладете на эту форму красивое блюдо или тарелку, на что вы обычно на чем вы подаете всякие пироги, аккуратненько переворачиваете, дальше очень нежно снимаете эту бумагу, и там под ним вот это янтарное. Это, кстати, шикарный тест, Антоновка или не Антоновка. Есть же куча яблок, которые похожи на Антоновку, но вот если она Антоновка, то он, правда, янтарный. Он светится вот таким рыжеватым цветом. Да, а богатыря уже нет. И это ничего. Я что вам хочу сказать, граждане, все равно ужасно вкусно. Ужасно вкусно. Ужасно вкусно. А я, значит, поскольку вот это вот очень калорийно, да, сахар, масло, все. Я, значит, сейчас другой рецепт использую. Берется яблоки грани смит. Я пробовал другие, но вот грани смит идеально для этого. Они режутся шесть штук, скажем. Они режутся на четвертинки, но чистятся от кожуры. И они укладываются в два слоя. Ну, я беру такую длинную, удлиненную такую форму. Они, в общем, все более-менее одинаковые. То есть набита форма вот по самые края. И затем я делаю так. Три яйца. Маленькая банка, это, наверное, 250 грамм сметаны. 200-250 сметаны. Две столовые ложки желтого сахара демерара. И три столовые ложки муки. Сверху просеиваю. Все это взбить. И дальше я кладу, значит, либо погашенную соду, либо это пекарский порошок. Зачем-то. И самое главное. Я отрезаю два колеса лайма. Кожуру долой. А его, значит, на мелкие кусочки рублю. И кидаю в это самое тесто. И еще выжимаю туда хвостик от этого лайма, либо от лимона. Чтобы сахар там весь был погашен этой приятной кислотой. Ну, и также в печку 180 градусов 50 минут. Сначала он вздувается, так думаешь. Да-да-да, останься таким. Эти яблоки, вокруг них подымаются эти горы теста. То есть его тоже не было совсем. Это была жиденькая водичка. И вот подымаются эти самые горы. А горы все выше, а горы все круче. А горы ходят под самые тучи. И заболит знаменитые стихи. А потом, к сожалению, все это падает. Не дешится это тесто. Но вкусно безумно. Думаешь, если, может быть, например, чуть-чуть крахмальчику отуды? Пробовала. Нет? Не удерживает. Можно, можно, да, конечно. А я хочу сказать, что если там есть сок лайма, то же соду-то можно не гостить. Да, я знаю. Он со сметаной и лаймой, и вот они работают с лицом. Поэтому горы-то у вашего, они туда и прут, к горам, в смысле, к солнцу. Ну, нет, крахмал не удерживает. То есть, ну, я не знаю. С другой стороны, а зачем? А зачем, да. Ну, в общем, это такой, что-то шарлот, скорее, чем. Да, это похоже на шарлот, и он такой, как-то нежнятина такая. Шарлот-нижнятина. Нет, вот этот. Это, конечно, толстой. Прекрасно. Именно этот шарлот такой будет нежный. Ему нельзя остановиться есть. То есть, если кто-то первый подошел, то... То остальным уже не досталось. Нет, не досталось. Мне нравится, чтобы его в кексовую форму запихнули. Это очень сразу так стиль придает. Хочу очень спросить вас, вот Греция. У вас даже были какие-то, я помню, эссе про греческую кухню, про то, как там путешествовать и как найти правильную таверну. Любовь ваша не остыла? Нет, нет, она не остыла. Я каждый год минимум один раз езжу. И поскольку я все объездила, все посмотрела, и больше уже мне смотреть неинтересно, и я устала, я и сама, наверное, Крит езжу. Я и сама весь Крит объездила, отиду. И всех гостей по 10 раз свозила. Все, я теперь ничего этого не делаю. Я теперь только на пляже валяюсь, гуляю вдоль моря и вкусно ем. Все. Поэтому для меня вопрос вкусной таверны, он как бы очень важен. Они все готовят одно и то же, но это небо и земля. На том месте, где я живу, там есть три изумительных таверны. Остальные только делают вид. Нет, ну, конечно, я знаю там просто, я знаю некоторые даже, вот они настолько хороши, эти маленькие забегаловки, что я их как бы в секрете даже держу. Настолько они вкусны. Это обычно дедушка сам готовит. Или бабушка. Или бабушка, да. Но интереснее бывает, когда дедушка. Потому что бабушки у них в каждом кафе, в каждой таверне. А вот дедушка, если он готовит, он какой-то большой специалист. И он в хорошем таком, вот в хорошей таверне, он знает, что ты будешь есть. Ты не можешь заказать. Ты приходишь, у него сейчас вот это меню, он тебе все это выдаст. И там будет столько и такое, и так, что ты на седьмом небе от счастья. И, конечно, там фантастически все свежее. Там просто вот, ну не знаю, баранчик с утра бегал. Вы что-нибудь готовите из греческого дома, если хочется, как-то ностальгические? Нет, нет, нет. Это невозможно. Пыталась и привозила набор для тзадзики, и без набора обходилась. Потому что тзадзики там, ну, собственно, нужно только чеснок, соль. Исходный, конечно. Йогурт нужен. Йогурт. Ну, сейчас можно достать. Это йогурт плотный. Да. Его процеживают. Ну, давайте про тзадзики расскажем населению. Мне кажется, не все знают, что это такое. И в каждой таверне, опять-таки, свой тзадзики. Нужен очень плотный йогурт. То есть, процеженный-перепроцеженный. Он должен быть в какой-то повышенной жирности и при этом процеженный, чтобы он был плотненький. Отвешенный. Отвешенный, да. И туда либо купленная в той же Греции там чесночная соль, либо чеснок. Очень многие там делают живой чеснок. Соль перемешивается. И свежая огурец натирается на терочке. Жидкость сохраняется, не нужна она. Все разжижит. А вот этот вот натертый... Его обычно присаливают чуть-чуть. Стекает жидкость. А он и так очень много потечет. Вообще, вот этот присол добавки отдельно от общей массы, это очень хорошая вещь. Я, например, что делаю? Раньше осенью покупала укроп. Да, укроп тоже в дзадзики идет хорошо. И этот укроп я мою, сушу, мелко-мелко-мелко режу и сильно засаливаю. Наполовину. Крупная соль и, соответственно, этот укроп. Я их перемешиваю 50 на 50 в банку в холодильник. И когда я делаю супы, то я достаю этот самый, проливаю его в дуршлачке, чтобы соль лишняя, и соленый этот, уже соленый укроп, добавляю во все блюда, куда надо добавить. Ну, супы в основном. Должно быть прямо очень вкусным, потому что у него должен появиться такой привкус бочки, я бы сказала. Чуть-чуть. Нет, он и не свежий, и не пересоленный. Там какая-то вот особенность появляется. Причем с петрушкой это не работает, потому что она духами начнет пахнуть. В ней горьче есть, в которой нет укропа вообще нисколько. Ну, может быть. Я ее люблю так есть просто. Живую петрушку я мелко нарезаю и на бутерброд как таковую. Но тоже их надо, все эти травки, их надо посолить и прижать ножом. А вот укроп, он вот делает то, что надо. Совсем другое. Он во все супы идет. Красота. Я бы даже и студень этим посыпала. Ну, может быть. С укропом вообще отлично. Да все с укропом хорошо. А грибной суп? Татьяна Никитична, дорогая, я бы с вами еще бы сидела бы и сидела бы. Но у нас, к сожалению, все-таки некоторый формат присутствует, поэтому будем потихонечку прощаться. Спасибо, с вами хорошо. Вам спасибо. А вы, дорогие друзья, слушайте наш подкаст «Сложные щи». Подписывайтесь на него. Мы есть на всех основных платформах. Зовите друзей, чтобы они тоже на него подписывались. А пока что послушайте другие подкасты. Например, у «Медузы» есть прекрасный подкаст про русский язык, который называется «Внимание, Розенталь и Гильденстерн». Или подкаст-калькулятор про финансовую грамотность. И мы с вами услышимся ровно через неделю. Пока-пока.